Здравствуйте любители игры генералы сегодня я хотел сообщить две вещи первое собственно это хотел рассказать о нынешней игре которая сейчас играю я играю генералом лазера против самого тяжелого компьютера генерала супер оружия в чем его сложность в принципе особо объяснять не нужно единственное ну кто играл тот знает что этот компьютер даже если он средний он делает где-то в районе 6 штук молекулярных пушек и начинает ими поливать также у него очень сильная оборона особо эффективно против танков и авиации вот поэтому собственно его я буду убивать в основном с помощью пехоты пехота пехота как бы тоже плохо пехоте но лучше чем танкам если честно также же против его обороны и хороша идет хорошо идет пво система у америке они крайне эффективно сбивают ракеты которые много дают ущерба второе даже не совсем объявление скорее наверное просьба уже не первый случай когда мне в комментариях приглашают поиграть с кем-нибудь в генералы хотелось бы тут немножко побольше рассказать ей расскажу ей третьем объявлении слишком много причин почему я не буду этого делать почему я не буду играть с вами в генералы первая причина то то что у меня нет опыта играть с людьми слишком кстати видно что вот как компьютер себе ведет он по словам опять же таки двух пехотинцев по этому мосту вот это также одна из причин компьютеры слишком предсказуемые вот я знаю как они будут себя вести и я делаю анти тактику против них в то время когда человек до живой он никогда не пошлет двух двух стрелков вот так вот просто на смерть он скорее всего соберет большую армию и прорвется там где я буду этого меньше всего ожидать я не люблю когда ситуация когда я не контролирую ситуацию да когда я не могу предсказать поведение противника и в общем видео начиналось снимать для чего конкретно для того чтобы писать тактики не против людей а против компьютеров собственно играть против людей но это совсем другая система она явно отличается в десятки раз но даже в неизмеримых размерах измеряется сложность человека поэтому поэтому не просите пожалуйста меня играть вместе никак не в роли противника а и не в роли союзника потому что собственно это одно и то же что союзник что противник это большая непредсказуемость не приз как непредсказуемые атаки так и непредсказуемая защита от компьютеров так что в принципе не просите вот тут с компьютером все проще я знал что пойдут еще два стрелка в том же самом месте и я играл на этой карте ну против именно этого генерала два раза и собственно я могу сразу сказать как он будет себя вести дальше и этого большого танка можно было туда не вести но в принципе я знаю что здесь я немножко протупил я прошлый раз когда играл я поставил четыре лазерные пушки и они сбивали эти самолеты до того как они убивали рабочих поэтому ну тут моя мой косяк вот а против людей тут вообще можно было ничего не узнать там вот справа снизу будут еще идти рабочие почему-то не знаю почему именно вот эти бульдозеры такие сами как эти вот чтобы их сбивать у меня стоит как раз тут лазерный танк так третье что я хотел сказать она кстати очень связано с моим объявлением по поводу не объявлением а просьбой да чтобы не просили меня играть вместе я если честно ну как польщен да спасибо за то что предлагаете но прошу прощения но вынужден отказаться вот из-за чего я начал вообще играть в эту игру генералы как таковую я в нее не играю если честно я снимал исключительно айды да о том как победить сложных компьютеров либо 7 средних примеру вот причем у меня были разного типа айды до вплоть до того что на этой карте я выигрывал всего лишь с одной потерей это кстати потеря вот именно на этом мосту было и и очень глупая там буквально подрывник мне взорвал и я просто чуть-чуть не успел и или отвлекся ну в общем не рассчитал время и меня убили одного одного танка по моему я точно не помню кого мне там убили взорвали можно сказать вот перемешку буду говорить да еще немножко хотел рассказать об этом генерале супероружия атаки как видно у него крайне слабые слабые вообще он даже не нападает танками как можно заметить он кучу раз нападал на правый мост кем тупо тупо автоматчиками даже генерал скрытности тот нападает зенитками не говоря уже о других генерала которых в основном нападают танками в тех местах вот собственно сложность его в том что у него сейчас очень много оборонительных систем очень много там возможно даже в районе 10 оборонительных систем и кто не знает они у него стреляют куда один стреляет туда и все остальные стреляют то есть очень опасная оборона у него вот и начнет в дальнейшем в дальнейшем строить эти супероружие молекулярные пушки особые ну да он в основном идет атакой атаку именно пехотой но в этом есть и сложность небольшая если честно но с другой стороны наверное самое легче от него отбиваться в общем что я хотел еще сказать значит почему я начал играть в генералы из-за глупого спора есть один человек но он как бы стример или как она там называется в общем он делал обзор на делал обзор на эту игру он показывал у него там десятки видео и кстати у него на каждом видео в районе тысячи просмотров в общем хороший обзорщик у него приятный голос в общем я бы сказал лучше намного чем я но единственное конечно еще не заметил это то что у него всегда одна и та же тактика он всегда играет в оборону исключительно он какой-то своего рода фанат обороны он как он начинает играть он появляется да на своей базе и начинают youtube окружать оборонительными системами но данный момент у меня лазерные пушки да а у него там в зависимости от того кем он играет и внимание и не важно кем могла он играет или китайцами или американцами он всегда строит большущую оборону чуть ли не бывает даже в два слоя он строит оборону потом он строит внутри супероружие это либо молекулярные пушки либо скат штормы либо ядерная установка да и строит их много потом просто навсего бомбит по противнику ими и потом либо добивает любым типом оружия не оружие любым типом единиц боевых да какими-нибудь танками в основном это однообразные однородные танки я бывает ну как вот меня допустим чаще всего есть какой-нибудь вот данный момент хаммер до какой-нибудь лазерные танки как основная как основная боевая единица до огневая мощь потом и снайперовый чаще всего беру против пехоты потому что лазерные танки слабые против них вот то есть я всегда пытаюсь использовать сильных юнитов против слабых аналогично им то есть ракетчиков против танков да вот и зенитки против пехоты либо снайпера против пехоты вот это редкий случай когда я использую однотипное оружие например я какой-то из боев часто использовал вертолеты к примеру хамачи но они одинаково эффективны против всего ну конечно плохо плохи против оборонительных систем зениток но там можно что-то сделать это не ракетчиком против снайпера стрелять правильно вот но чаще всего используем на так а он берет обычные танки и тупо добивает невзирая на потери но в принципе это по-своему правильно но я такого не люблю я люблю как бы тактику стратегию я не люблю когда у меня много потерей вот но иногда этим пользуюсь для простоты для ускорения в общем посмотрел его видео 5 наверно заметил такую особенность да что неважно кем он играет он играет в оборону и сказал вот на одном из видео по моему если не ошибаюсь это было видео там где он играл генералом подрыва гла я говорю написал ему комментариях типа друг ну ты делаешь обзор на генерала подрыва да то есть соответственно ну использую особенности подрыва ты же как бы обзорщик этого генерала ну хоть сделает идет как их называют почтовые машины до которые перевозят большие взрывчатку почему ты их не используешь потому что но это же главное оружие этого генерала почему ты так мало используешь камикадзе почему ты ну то есть ты должен как бы делать обзор на именно конкретно этого генерала не на какого-нибудь я не знаю а не на оборону которая у всех одинаковая оборону и скат штормы ну кому это интересно я не знаю ну я предполагаю что ему интересно понятное дело это его канал это его видео он играет как хочет снимает что хочет в принципе у него тысячи просмотров и я ему явно явно не как бы не подсказчик были бы у меня тысячи просмотров я бы делал бы что хотел правильно так это его дело то есть ему лучше знать понятное дело вот ну человек оказался немножко неадекватный в комментариях почему-то рубил мне почему-то чуть и не угрожал мне не знаю не знаю не знаю для чего он это делал в общем обозвал меня нубом что я ничего не знаю что тактика которая использую предлагал ему я я ему конкретно и предлагал некоторых видео тактику ну что-то наподобие моего то есть не использовать супероружие нападать 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 не давать жизни ему вообще как-то тут вообще у меня все плохо но я выжил кстати вот забыл сказать про этого генерала он частенько использует вот эту артиллерию не помню как они там называются по моему они называются блин как же эти томагавки вот но к сожалению они крайне слабы против зенит так вот этих лазерных поэтому собственно я их с легкостью уничтожил снайпер не достает до пехоты их не вроде бы в области видения но к сожалению не достает поэтому пришлось представить ну сильная оборона у него и тут видно что если бы я одними танками играл мне бы потери бы в лавы стока я в прошлый раз играл я просто прозрел я потерял наверное сотню танков пехоты намного легче пехоту можно сказать вроде не так жалко но в общем в общем наш начался спор о том что я говорю но он начал поставил какую-то гипер оборону по моему против генерала авиации он играл я точно не помню мы что-то такое адское у него там было чуть не двухслойная оборона и он такую глупую вещь сказал что играл бы он против человека человек бы ничего бы не смог сделать с такой обороной ну то есть там это было где-то уже 20 или 30 минутой игры я говорю блин ты хоть раз смотрел чужие видео ты видел что обычно игры против людей да и за людей обычно длятся минут семь пятнадцать вот так вот то есть 30 минут тебе никто не даст строить оборону и 30 минут тебе никто не даст построить скат штормы это дело в том что настолько не длятся бои затяжные а если и длятся то там то там не выиграет никто то есть никто никому не даст построить скат штормы вообще это экономически просто ну никак не получится вот и я ему скинул даже видюшки как это все происходит что в принципе его оборона ну ты не успеешь за три минуты построить оборону вокруг своей базы всегда найдутся дырки всегда найдутся места куда можно будет пролезть хаммером допустим да и перестрелять там рабочих там я не знаю не рабочих а ну и рабочих бульдозеров или допустим если он играет за понятное дело за глату хаммер просто перестреляет его всех рабов вот и он их вряд ли чем-то спасет но я ему не смог доказать он обозвал меня нубом сказал что в атаку до рашем или еще какими тактиками в данный момент я играю тактикой можно сказать застройки то есть я со всех сторон его застраиваю компьютер и не даю добывать ресурсы экономически подавляю и начинаю просто собирать армию и добивать его но это мне кажется самая эффективная тактика намного лучше чем оборона потому что оборона вообще неэффективно во первых слишком долго во вторых неэффективно в общем в общем я об этом ему сказал но так как он немножко неадекват он назвал мне нубом и сказал если такой умный с ними свое видео и собственно посмотрим как его одобрят другие люди ну в общем поэтому я и снял видео в основном для того чтобы может доказать не знаю до чего в общем сам увлекся начал писать другие тактики придумывать по-другому немножко играть там против одних сложных можете в других сложных ну очень очень глупо я себя повел в общем потому что влез в такую вот своего рода спор вот и да дошло до того что я как бы без потерь выигрывал причем выигрывал стопроцентными тактиками которые в принципе проиграть невозможно никак надежными и но все равно я ему ничего не доказал все равно человек остался на своем я его не осуждаю я его осуждаю только о том что он неадекват а так в принципе нормальный человек хорошо снимает гайды мне понравилось продая гайды у него как я уже говорил все одинаковые неважно против кого играет он и за кого играет он все в обороне не буду спорить у меня у самого гайды все одинаковые мне в основном всегда такая тактика это последний бой когда я играл против генералов скрыт скрытности против 7 средних у меня поменялась тактика и да я против 7 средних компьютеров чаще всего играю в адскую оборону но правда у меня не совсем ну да в адскую оборону особенно против танкового генерала, у меня там просто адская оборона была. Она была не круговая, она была позиционная, и я правильно пытался ее сделать, и все равно я пытался захватить не в те вышки, все равно пытался хоть что-то сделать, я всегда захватывал вторую точку. В общем, по этой причине я и, в общем-то, и не хочу играть с другими людьми, потому что, собственно, весь смысл моих видео был в том, чтобы вот что-то доказать, но я не так, чтобы сильно в удовольствии играл, хотя игра классная, стоящая, ну, приедается очень быстро, из-за того, что редко меняются тактики. Другие стратегии, например, в Warcraft, да, третьем, то там, в принципе, можно менять тактики очень сильно, можно менять скиллы, можно менять армии, и там, мне кажется, чуть-чуть интереснее. А здесь вот тут так вот, поэтому, собственно, что я хотел сказать, да, третье мое объявление, это то, что это будет последнее видео из серии Генералы, потому что все, что я хотел сказать, и показать, и доказать, вот, я уже все показал, и для себя я доказал, и для других, собственно, для тех, кто смотрит видео, и, к сожалению, да, нет у меня тысячи просмотров на таких видеошках, у меня и сотни нету, никому не нравится, ну, не знаю, может, мало фанатов осталось уже про генералы, поэтому, нет смысла их дальше снимать, собственно, одно из видео, где, в принципе, я победил тяжелого компьютера, можно сказать, пехотой, хотя у меня и были танки, но основная огневая мощь была именно пехотой. Победили. Все, спасибо. Потери у меня 29, здание 0, ну, все нормально.